Здравствуйте, уважаемые друзья! Говорит и показывает G-Drive арена Омск. Очередной день. Фонбет Кубка Блинова. Чужую зону сейчас старается именно начало матча оставить за собой. Наброс подставления. Атаковал Никита Черепанов от синей линии. Лока перехватывает шайбу, не дает ей выйти. Еще один бросок тут же из дальнего круга от Никулина приходится в сторону Ильи Ежова. Реагирует голкипер. И линейный поднимает руку вверх. Локомотив набирает 4 очка. Авангард выигрывает у Барыса. То Локомотив поднимается на первое. На второе место Барыса таким образом. Или Авангарда нефтехимика. Первые шайбы забрасывались достаточно быстро. По крайней мере на первых минутах. А сейчас вот она. Напророченная комментатором, если хотите. На отметке 8.39 до завершения первого периода у нас изменяется счет. И Локомотив вырывается вперед. В третий раз на этом турнире ярославцы забрасывают первыми. В случае с Авангардом это в дальнейшем помогло развить успех. И победить в случае с Борисом. Звыгнется-таки защитник. Никулин сам бросает. Ежов отбил и замер на мгновение на месте. Через дальний борт вошли. И тут же там шайбу отправлял дальше. Рафиков бросал. Отвида шайба в угол зоны. Три секунды, две, одна. Еще бросок добивания. И Иванов с сиреной практически отправляет вторую. Не будет бросования в зоне Салавата Юлаева на старте второго периода. Потому что Локомотив успевает реализовать лишнего. И сейчас на Аджудрайв-арене до того не звучавший гудок паровоза. Сигнализирует о том, что Локомотив забрасывает вторую шайбу. Выпустил в среднюю зону. Атака от Локомотива. Передача на пятак. Подставление. Мартин Гернат сейчас мог увеличивать счет. Но Илья Ежов оказался в нужной позиции для того, чтобы эту шайбу принять. Передача не прошла на пятачок. Туда Пименов уже крался. Ох, столкновение. Там хит неплохой был проведен Иваном Дроздовым. Чтобы был вытолкать. Хороший момент бросок от Мартина Герната. У которого два эпизода уже за четыре с половиной минуты второго периода было создано. Так, шестой полевой выходит у Локомотива. Бросок от Максима Шалунова. И Ежов на месте. Сейчас во время этой паузы... Волкова дело дошло. Ой, какая передача. И Березкин планировал еще пас сделать подкиночка. 3-0. Максим Березкин разбирается самостоятельно. И переигрывает и Кадырова, и Ежова. Но Лока сегодня забрасывает в любой ситуации. В формате 5 на 5. 5 на 4. 4 на 4. Делают это разные хоккеисты. Не прошла передача. Сохранена в зоне Цулыгин. На этот раз в дальний круг. Бросок. И... 3-1. Реализован. Формат 5 на 3 за 2 секунды. До выхода Максима Шалунова. Салават одно отхвитал. И Александр Хмелевский забрасывает третью шайбу на этом турнире. Первый в сегодняшнем матче. И еще 55 секунд на большинство будет у Уфы. Так. Счет на нарушение. Вот так. У нас еще и драка здесь. Вот так взбудоражились. Тисанов и Агирчук. И первая драка на фонбет кубке Блинова. Так. Это только начало. Сбросили перчатки. Засучили рукава. И пошли дальше мутузить друг друга парни. Ну что ж. Этого тоже не хватало. И те, кто сегодня смотрит нашу трансляцию, также пришел на трибуну G-Drive Arena, явно не пожалели. Агирчука раздевает Данил Тисанов. Но здесь, по крайней мере, на отдельное белье снять уже не получится. Цепочку сорвать тоже. Оба, естественно, будут удалены. На перемещение. Иванов пошел уже закрывать обзор Ежову. Бросок от Рафикова. И Ежов шайбу эту забирает. А нам с вами насладиться эпизодами столкновения игроков двух команд, а также столкновения игроков с арбитрами, работающими на этом матче. Пока сыгран у нас 13.36 в этом отрезке. Ни одного взятия на рот мы с вами не увидели. Зато вот такой момент случился. Но это правда во втором периоде. Тем не менее, в яркие кадры этого матча данная драка войдет. Не только матч, но и в принципе фонбет кубка Блинова. С учетом того, что это в принципе первая драка на турнире. Закрыта зона Черепановым. Бросок издалека. Добивание. 4-1. И Чихович, который во втором периоде попал в перекладину. И ваш комментатор, несмотря на то, что обладает неплохим зрением, не увидел, что шайба в воротах не побывала. Сейчас совершенно точно можно говорить о том, что Иван Чихович без своего гола сегодня с площадки не уйдет. Тут-то уж шайба точно побывала в воротах. Турнир. Хорошая передача. Лихачев бросок. Присеп на колено. Тисанов забрал шайбу и уже с нулевого угла пытался. Пас Никулин. Бросок. Груди отбивает Ежов. Шайба осталась в поле. Выброшена. Сергеев замаха. Несильная атака. Бросок от Шалунова. И на пятаке шайба, заметавшись, нашла единственный для себя возможный путь. Но, по мнению этой ярославской шайбы, путь в ворота уфимских. Ребят. Пока не торопится выходить. Сулыгин на площадку. Давайте посмотрим на повторе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова